Обеспечить малышей до трёх лет местами в детские сады – одна из задач нацпроекта «Демография». С 2018 года очерёдность в детские сады удалось сократить более чем в три раза. Эта работа продолжается. На данный момент в Ясли ходят 6243 ребёнка, из них 5131 в муниципальные и 1122 малыша в частные учреждения. Работу по дальнейшему сокращению очерёдности в детские сады обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Открыто детское дошкольное отделение школы 26. Кроме этого, за счёт переоборудования и ремонта в двух детских садах открыто 55 мест. Кроме этого, 461 место за счёт доукомплектования действующих групп в детских садах. 220 зачисленных группы кратковременного пребывания детей. И посмотрели, если есть группы трёхлеток недоукомплектованные, мы сделали разновозрастные группы, обеспечили тем самым 300 мест. При этом 185 мест в детских садах являются невостребованными. Городские власти предлагают родителям места в недоукомплектованных группах. Проблему помогут решить и новые дошкольные учреждения. К открытию готовятся два детских сада. На улице Подшипниковой, где Ясельных – 21 место, и на улице Ташкентской, где для малышей до трёх лет предусмотрено 60 мест. Кроме того, после капитального ремонта планируют открыть ещё два детсада на Запорожской и в Долотном переулке в общей сложности на 90 малышей. Обсудили на совещании и работу городских сельскохозяйственных ярмарок. На сегодняшний день в городе количество муниципальных ярмарок 38 с общим количеством 1660 торговых мест. В том числе в летний-осенний период начали свою работу 10 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок на 420 торговых мест. Большой популярностью пользуются ярмарки на мехзаводе у ДК «Октябрь» в Красноглинском районе и у музея «Алабина» в Ленинском районе, которые работают с пятницы по воскресенье. Неделю назад ярмарка открылась в Октябрьском районе на пересечении Старозагора и Гастелло. Летом ярмарки заработали на шести площадках, где раньше была несанкционированная торговля. На улицах Советской, Победы, Гагарина, Старозагора, Фасадной Молодежной. Торговля на Гагарина 157 и пересечение Фасадной Молодежной будет идти и зимой. Остальные будут работать до отрицательных температур. С середины августа в Самаре заработали три площадки в формате торговли с автомашин. Пошла у нас ярмарка только на Мира-6. К сожалению, на Граце и на Агропарке ярмарки не получили свое развитие. Первое – оттянули на себя наши традиционные ярмарки на Октябре и на Алабино. Поэтому продолжение получила ярмарка только на Мира-6. Но в следующем году, соответственно, эти площадки, наверное, не будем рассматривать в силу их невостребованности со стороны сельхозпроизводителей. В следующем году планируют открыть еще три площадки на 100 торговых мест. Одну в Кировском районе, на Земице-20 и две в Промышленном районе, на Фадеево-66 и физкультурной-101. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.